В этом видео расскажу о том, как получить отличные урожаи свеклы, что любит свекла и какие возможны варианты при посадке и уходе за ней. Скажите, у меня, наверное, кислая почва. В том году не уродилась свекла. В этом тоже растет не очень. Поливала золой. Что еще можно сделать? Действительно, свекла – культура, которая очень требовательна к кислотности почвы. Поэтому выбор грядки под свеклу и подготовка почвы к грядке – один из самых важных факторов при выращивании свеклы. Мой участок находится в Ленинградской области, на бывшем болоте. Почва на участке раньше была очень кислая. Поэтому хорошее урожай свеклы мы начали получать далеко не сразу. Сначала мы несколько лет подряд раскисляли почву. Для этого использовали доступные нам средства – мел, известь пушенку, доломитовую муку, золу. На мой взгляд, лучше всего использовать золу или доломитовую муку. Доломитовая мука, помимо кальция, который необходим для раскисления почвы, содержит еще и магний. А зола содержит в себе очень большой спектр макро- и микроэлементов, которые необходимы растениям. Почва, к сожалению, раскисляется очень медленно. Особенно, когда, как у нас, весной и осенью участок подтопляют грунтовые воды. Поэтому может уйти как минимум пара лет, прежде чем вы начнете получать приемлемый урожай. Конечно, только в том случае, если почва на вашем участке сильно кислая. Обычно я еще с осени составляю план посадок на следующий год. В грядке, которую я выделяю под свеклу, по зиму всегда добавляю доломитовую муку. Весной, когда почва прогреется, вношу на грядку до двух тачек компоста. Грядки я не перекапываю. Компост ношу поверхностно. Свекла – культура, которая без органики расти не будет. Но она нуждается в старой, перепревшей органике. Поэтому я добавляю в грядки компост. Сверху, помульча из компоста, рассыпаю золу. Золу тоже вношу поверхностно, рассыпая по всей площади грядки, а не локально в лунке. В зале содержится много кальция, который будет раскислять почву, а также калий, который необходим всем растениям для плодоношения. Точный состав золы сказать невозможно. Все зависит от того, что вы жгли для того, чтобы получить эту золу. Точно знаю, что самая бедная зола – от сожжения бумаги. А больше всего калия содержится в золе от травы. Золы под свеклу я никогда не жалею. Более того, в течение сезона подсыпаю золу в грядки со свеклой еще один-два раза. Золы высыпаю примерно пятилитровое ведро на трехметровую грядку. Свекла – культура, которая очень легко переносит пересадку. Поэтому сажать ее можно разными способами. Можно сажать сразу семенами на грядку, на постоянное место. Можно делать, как я. В начале мая сажать свеклу на рассаду в теплицу. И в начале июня высаживать ее на постоянное место в грядку. А можно сделать небольшой рассадник в грядке на улице. В любом случае, все зависит от вашего климата и ваших возможностей. Семена, которые находятся в пакетике со свеклой – это не одно семечко, а клубок, состоящий из двух-трех семян свеклы. Поэтому, если вы сажаете семена сразу же в грядку на постоянное место, помните о том, что когда семена взойдут, всходы необходимо будет прорядить, чтобы растения не мешали друг другу. Растения, которые оказываются лишними, не обязательно выкидывать. Их можно досадить туда, где семена по какой-то причине не взошли, либо на дополнительную грядку. Если вы по какой-то причине не хотите занимать под рассаду свеклы место в теплице, рассадник можно устроить на какой-нибудь грядке на улице. Семена в таком рассадничке сажают плотно. Когда листья рассады будут примерно 5-10 см, растения можно пересаживать на постоянное место. В моем же северном климате мне очень удобно выращивать рассаду свеклы в теплице. Семена я высаживаю в начале мая вдоль бортика грядки. Таким образом, она не мешает основным культурам, которые растут в теплице. Примерно в начале июня, конечно, я смотрю по погоде и учитываю ее. Я пересаживаю рассаду на постоянное место в грядку. Несколько растений свеклы я оставляю в теплице. Они дадут корнеплоды гораздо быстрее, чем свекла на улице. И уже примерно в середине июля мы сможем полакомиться своей свеклой. Грядка под свеклой у меня длиной 3 метра, шириной 80 см. Лунки или бороздки как таковые я при посадке рассады свеклы не делаю. Лишь размечаю с помощью куска вагонки рядочки. Рассаду свеклы я высаживаю по схеме 15 на 15 см. Ширина вагонки как раз 15 см, поэтому ей очень удобно намечать рядки. Сажать рассаду свеклы очень легко. Я всего лишь делаю пальцем отверстие в земле и сажаю туда рассаду. При этом важно не заглубить точку роста. Определить ее очень легко. В этом месте корень переходит в ботву. Высадив несколько рядков рассады свеклы, я их поливаю. Особенно это важно в жаркую погоду, чтобы рассада не увяла и не погибла. Посадив всю рассаду свеклы на грядку, я ее накрываю нетканным материалом. Это нужно, во-первых, для того, чтобы уберечь рассаду от палящих лучей прямого солнца. Во-вторых, для того, чтобы уберечь рассаду от поздневесенних заморозков. В моем регионе это очень актуально. Заморозки у нас могут продолжаться до 10 июня. Когда же высаживать свеклу на грядку? И зачем я выращиваю ее рассадой? Если вы решили выращивать свеклу прямым посевом семян в грунт, то дождитесь, чтобы почва прогрелась до температуры плюс 8 градусов Цельсия. Несмотря на то, что свекла считается холодостойкой культурой, в начале роста она очень требовательна к температуре почвы и воздуха. Именно поэтому я в нашем холодном регионе выбрала способ посадки рассадой. Семена на рассаду в теплице я высаживаю в начале мая. Спустя примерно 3-4 недели и в зависимости от того, какая стоит сейчас погода, я высаживаю рассаду в грунт на постоянное место. Из-за того, что в нашем регионе очень часто бывают возвратные заморозки, рассаду после пересадки в грядку на постоянное место я закрываю нетканным материалом. Если молоденькие растения свеклы попадут под заморозки, то растение уйдет в стрелку, зацветет и корнеплодов не будет. Но не только заморозки могут так повлиять на растения свеклы. Любое длительное похолодание точно так же скажется на растениях. Это видео одной из зрительниц нашего канала. Подмосковье. Лето 2017 года. Весной в течение продолжительного времени стояла погода плюс 1-2 градуса. Растения свеклы были укрыты тонким укрывным материалом. И тем не менее, они все ушли в стрелку. Из этого можно сделать вывод, что при продолжительных похолоданиях, как например в 2017 году, свеклу необходимо более тщательно укрывать. Например, более толстым укрывным материалом или даже полиэтиленовой пленкой. Несмотря на кажущуюся трудоемкость, на самом деле способ посадки рассады свеклы очень удобен. В виде мая высаживается большая часть овощных культур. И хлопот намного больше на огороде, чем в начале июня. Этим, на мой взгляд, свекла намного выгоднее отличается от моркови, которая при посадке рассадой дает искривленные корнеплоды. С морковью вообще надо быть очень аккуратными. Ведь повредить корневую систему моркови можно и при прополке. И тогда тоже вырастут кривые корнеплоды. Как без хлопот получить отличное урожай моркови, смотрите видео по ссылке наверху. В дальнейшем я свеклу тока поливаю и еще пару раз за сезон добавляю золы. Никакой органики я больше на грядки не вношу. Того количества компоста, который я положила при подготовке грядки, достаточно. Единственный минус этого способа – постоянные прополки. К сожалению, в компосте слишком много семян сорных трав, которые прорастают на грядке. И растения приходится примерно раз в три недели пропалывать. Для того, чтобы избежать этого утомительного процесса, свеклу можно, как и остальные растения, мульчировать. Мульча может быть самая разнообразная, зависит от того, какие у вас есть возможности. Это может быть сено, солома или сухая трава. Не забывайте о том, чтобы для того, чтобы под мульчей не росли сорняки, слой мульчи должен быть очень толстый. Но питание от мульчи из сена или сухой травы растения не получат. Поэтому лучше всего, если у вас в виде мульчи только есть солома или сена, высаживать свеклу на грядке, где в предыдущие года росли, например, тыквенные. Обычно весь сезон их мульчируют толстым слоем органики, свежей травы или компоста или навоза. Поэтому на таких грядках свекле будет достаточно питания. Еще один вариант мульчирования свеклы – свежескошенной травой. Тонким слоем травы мульчировать бесполезно, он очень быстро высохнет и превратится в сено. Поэтому имеет смысл закладывать только толстым слоем свежескошенной травы или даже горячей травой. Однако при моей схеме посадки 15 на 15 сантиметров такая закладка практически невозможна. При такой плотной посадке невозможно защитить стебли растения от горячей травы. Они просто сгорят. Поэтому, исходя из своих условий, выбирайте тот способ посадки, который подходит именно вам. Если у вас есть большое количество свежескошенной травы в течение сезона, то вы можете посадить свеклу другим способом – в две строчки, как это показано на рисунке. При таком способе посадки за растениями очень удобно ухаживать, их очень удобно мульчировать толстым слоем травы, а также удобно обрабатывать любым садовым инструментом. Мульчировать можно свеклу не только во время сезона, но и сделать это заранее, еще осенью, замульчировав грядки опавшей листвой. За осень и зиму листья частично разложатся. По ним вполне удобно будет сажать рассаду свеклы. Полное видео о том, как использовать опавшую листву, можно посмотреть по ссылке наверху. Являются ли белые прожилки на свекле показателем низкого качества корнеплодов? О чем вообще они говорят? Такие прожилки могут быть сортовой особенностью. Но чаще всего в литературе говорится о том, что такие прожилки показывают наличие нитрата в овощах. У меня такого никогда не было. Свекла – овощ, который легко поглощает в себя нитраты. Поэтому при подготовке грядок и мульчировании надо быть очень внимательными. Свеклу ни в коем случае нельзя мульчировать свежей органикой, такой как навоз или куриный помет. Если вы перестараетесь с азотными удобрениями, ваша свекла вырастет очень крупной. Но это также будет означать наличие в ней большого количества нитратов. Сорта свеклы, которые выращиваю я, обычно готовы к уборке уже к концу августа. Однако из-за того, что у нас нет подвала и свеклу негде хранить, мы убираем ее на месяц позже. Во взрослом возрасте свекла уже не боится заморозков. Поэтому даже если ее оставить на грядке до морозов, с ней ничего не будет. В этом году свеклу убирали мои родители 24 сентября. Я в этот момент находилась с детьми в отпуске. Урожай просто отличный. После уборки у свеклы нужно срезать ботву и очень хорошо ее просушить. Тогда она будет хорошо храниться всю зиму, до следующей весны. Так как у нас нету погреба на даче, храним мы свеклу дома на застекленной утепленной лоджии. Правда, в очень сильные морозы мешки со свеклой приходится заносить в квартиру. Урожая с двух грядок свеклы хватает на две семьи. До следующего урожая. Как использовать опавшую листву? На участке завелся крот. Эффективные методы борьбы с кротами. Обзор лучших сортов овощей в 2018 году. Как вырастить урожайный перец? Всем хороших урожаев! С вами была Надежда Нинахова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО.